В Тверской области набирает обороты женское предпринимательство. В настоящий момент на территории Верхней Волжи работает более 4 тысяч субъектов МСП, которыми руководят бизнес-леди. Для представительниц прекрасной половины человечества, которые решили начать свое дело, уже доступны льготные займы по 3% годовых. А совсем скоро стартует образовательная программа, организованная центром «Мой бизнес» в Тверской области. Наталья Григораш хорошо знакома с зрителем телеканала «Тверской проспект». О предпринимательнице мы рассказывали в одном из недавних выпусков новостей. Девушка занимается подготовкой и украшением праздников. До недавнего времени эта деятельность, рассказывает Наталья, была для нее скорее как хобби. Однако многое изменилось в этом году. В декрете я решила вывести это на более профессиональный уровень. Тем более, что появилась такая возможность, и я стала самозанятой. Вот с 1 июля я решила немножко расшириться, взяла в помещение в аренду. Планов на собственный бизнес у Натальи много. В ближайшее время она планирует воспользоваться одной из существующих мер поддержки для самозанятых граждан. А именно взять льготный займ под 4,25% годовых. Деньги бизнес-леди планирует вложить в дальнейшее расширение. Мне требуется больше места, и теперь я хочу воспользоваться именно одной из мер поддержки льготным кредитом. Он станет для меня доступным как раз с октября. Наталья Григораш – лишь одна из тысяч женщин-предпринимателей, ведущих свой бизнес на территории Тверской области. В настоящий момент в Верхней Волжье в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано 4389 женщин-руководителей фирм. Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря участию в профильном национальном проекте мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей. В рамках этой работы с 23 ноября в Твери на площадке регионального центра «Мой бизнес» стартует специальная образовательная программа для бизнес-леди. В течение двух недель участницы узнают, как найти баланс между бизнесом и семьей, научатся грамотно управлять временем и силами, а также увеличат продажи и прибыль, рассказывают в центре «Мой бизнес». Подобная образовательная программа пройдет в Верхней Волжье впервые и будет полностью бесплатной. Участниками могут стать начинающие бизнес-вумен, которые зарегистрировали субъект МСП не раньше, чем шесть месяцев назад. Спикеры программы – действующие предприниматели, которые поделятся эффективными инструментами для развития бизнеса. Они все женщины, предпринимательницы действующие. И кроме этого мы усиливаем, как обычно, их экспертность, экспертностью наших действующих предпринимателей, тверских. Они становятся наставниками проекта и они ведут начинающих. По нескольку человеку, у каждого наставника, и они делятся своими знаниями, помогают как раз им в подготовке проектов к старту. Одновременно с этим в центре «Мой бизнес» продолжается образовательная программа для мам-предпринимателей. Ее участники – молодые мамы, которые рискнули открыть свое дело. Для прохождения обучения из ста с лишним заявок было одобрено 35 наиболее интересных проектов. Будь то собственная управляющая компания, предприятие по переработке покрышек или ателье. Татьяна Мельникова в этом году вместе с мужем открыла шахматную школу. В ходе образовательной программы девушка надеется структурировать те знания, которые уже успела приобрести. Я бы хотела обратить внимание на бухгалтерские моменты, то есть юридической точки зрения обязательно тоже. Может быть, найти партнеров, найти новые знакомства здесь на программе, потому что очень много интересных, безумных женщин, возможно, в какой-то степени, потому что они успевают все и с детьми, и дома, с мужьями, и свое дело у каждой. Старается успевать все и Юлия Смирнова. Как рассказывает девушка, в сентябре этого года она потеряла работу. Однако отчаиваться бизнес-леди не стала. Решила открыть свое дело и сейчас вместе со старшим сыном создает мастерскую подарков. Неделю назад Юлия получила статус самозанятого. Первые впечатления от занятий, говорит девушка, самые яркие. Все заряжены своими эмоциями, да, тут уже познакомились с очень многими интересными и полезными друг другу. Знания по маркетингу, по СММ, по бухгалтерскому делу. То есть собрать все знания, построить структуру и идти развиваться. В целом, как отмечают специалисты Центра мой бизнес, женское предпринимательство на территории нашего региона постепенно приобретает всю большую популярность. Если раньше введением своего дела занимались в основном мужчины, то теперь в числе руководителей небольших фирм и компаний все больше представительниц прекрасной половины человечества. Это подтверждает и статистика. Так, возможность заняться собственным бизнесом рассматривают около 67% женщин. Однако большинство считают, что у них не хватит знаний или финансовых возможностей для ведения своего дела. Эту тенденцию и намерены изменить эксперты Центра мой бизнес.